Всем привет! Вы на канале TradeFact, на связи Глиб. Сегодня у нас будет довольно важный выпуск, потому что локальная ситуация у нас меняется прямо на глазах. И в принципе действительно мы можем увидеть на ближайшую неделю-две кровавую баню. Ребят, сразу хочу сказать вам спасибо за такую мгновенную реакцию, ведь именно благодаря вашим голосам сегодняшний выпуск состоялся. Также приглашаю всех свой в Telegram канал, потому что здесь я могу с вами коммуницировать, получать фидбэк. И в принципе это будет полезно абсолютно для всех, потому что я понимаю, что вы хотите, когда вы хотите. И также рекомендую прочитать статью от 14 декабря, как инфляция и как новые данные по решению ФРС США по процентной ставке поменяли вообще всю суть. И что мы можем ожидать на 2024 год в связи с новой экономической ситуацией в США, точнее с новыми данными, которые вышли в экономике США. Ну а теперь давайте приступать к самому интересному. Кровавая баня по битку, почему мы можем увидеть коррекцию. Я сделал специальный контент-план, чтобы ни в коем случае ни о чем не забыть вам рассказать. Но сразу хочу предупредить, посмотрите это видео целиком, потому что во второй части видео, несмотря на 5 причин, которые действительно нам просто орут, кричат о том, что биток и вся крипта может уйти в довольно сильную коррекцию, особенно альты, что есть некая ключевая зона на графике битка, которая нам поможет примерно с 70% вероятностью определиться с дальнейшим направлением цены. То есть текущая расстановка на графике, то есть текущий район 41 тысячи долларов, нам говорят о том, что мы сейчас находимся в важнейшем переломном моменте. И расскажу, как его правильно трактовать и где на окончательный будет слом этого переломного момента, неважно, в эту же сторону, либо наоборот в обратную восходящую сторону. Так что рекомендую видео досмотреть до конца. Итак, причины, которые нам просто кричат о коррекции битка на как минимум текущую неделю. Это, конечно же, сезонность. То есть есть у нас некая статистика, она не отрабатывает как 100 или 90%, но все-таки больше в сторону 60-70%, что происходит так. Это сезонность. Именно преддверие нового года, рождества, по сути, не так важно, потому что между ними разница где-то в одну неделю, что тогда происходят более обширные, более массированные фиксации позиций. Ну, как бы в силу понятных причин, что как на фондовом, так и на крипто рынке уже зародилась некая традиция, что обычно к новому году там за неделю, за две цену подсливают. Кто-то просто хочет выйти в кэш и зафиксировать прибыль, кто-то хочет купить подарки, кто-то хочет куда-то уехать. И также это работает среди и более умных, среди более крупных денег. И с учетом того, что предыдущие три месяца биток, да и весь крипто рынок очень даже неплохо подросли, то как бы текущая более сильная уже более глобальная коррекция, она вполне себе логична перед как раз сезонностью, перед новым годом. То есть это одна из причин, назовем ее сезонность. Далее. Закрытие недельки. Давайте обратим внимание, кое-что необычное за долгое время произошло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь подряд растущих недель. Я уже как-то обращал на это внимание, что такое было по битку довольно-таки редко. Обычно там максимум семь растущих недель подряд было. И вот, наконец, первая неделя у нас завершилась коррекцией. Коррекция у нас произошла, ну-ка, для недельки в принципе довольно серьезная. Давайте посчитаю, сколько от пика до минимума 8% коррекции. И в принципе, несмотря на то, что мы там немножко закрылись фитилем, который идет снизу вверх, точнее сверху вниз, это говорит, что здесь у нас покупатель включился, но в целом у нас давление было довольно массированным на протяжении этой недели. И возможно, эта свеча как раз была той самой разворотной моделью, после чего мы наверняка сможем увидеть либо еще небольшой отскок и погружение вниз, либо уже плюс-минус в текущих можем погружаться вниз. То есть по свечному анализу у нас появилось больше предпосылок на то, что сейчас, по крайней мере, тренд на рост, он немножко подзамедлился. А когда происходит замедление, тогда как бы хорошее время для коррекции. Ну, самое простое время для коррекции. Опять же, да, свечной анализ это не мастодон того, что будет именно так и никак иначе, но мы пока что собираем все по крупицах. То есть первое это сезонность, второе это закрытие недельки с потенциалом на продолжение коррекции. Двигаемся дальше. Отсутствие более глубоких коррекций. Ну, в принципе, здесь далеко ходить не надо. Сделаем немножко больше размотку графика. И давайте обратим внимание, что начиная с середины октября рост на 64%. И где здесь у нас были коррекции. Переключаюсь на дневку. Коррекции у нас были минимальные. Первая коррекция в районе 5%. Затем еще одна коррекция снова 5%. Снова коррекция на 8%. Ну, вы видите, что коррекции там от 5% до 8% и не более. И только сейчас мы видим, что у нас была уже попытка где-то на 10% скорректироваться. Но все же, как по мне, это еще не финал. Потому что, ну, мы, по сути, двигались вот в таком амплитудном движении с минимальными коррекциями. И только сейчас у нас идет как бы некое замедление, где коррекция может продолжиться. Поэтому отсутствие более глубоких коррекций на продолжительном отрезке времени всегда подводит вероятность к тому, что вот-вот у нас уже более глубокая коррекция может настать. Это причина под номером 3. Причина под номером 4, давайте переключить, точнее, мы сейчас уже находимся на дневке, это какие мы видим паттерны на графике. Ну, давайте обращаем внимание, сейчас я график немножко приближу. Что первое, это у нас, мы можем назвать это как угодно, даже нам понадобится 4 часа. Треугольник, некая восходящая, трендовая, которая у меня выделена желтым цветом. И мы видим, что, да, график уже идет по нисходящему сценарию. И если мы рассмотрим это, например, как фигуру технического анализа треугольник, хотя я не большой фанат фигур, но, тем не менее, мы видим, как у нас происходит пробитие этой фигуры. Как мы не можем пробивать этот нисходящий тренд. И, в принципе, даже на дневке, либо на 4-х часовике у нас пока что более как шартовые паттерны вырисовываются. По дневке еще нельзя сказать, что это уже окончательное завершение. Мы пробили эту фигуру, мы не пробьем этот нисходящий тренд. Но, тем не менее, сейчас на дневке, на 4-х часовике, неважно, либо на 3-х часовике у нас появляются предпосылки, которые также больше говорят о том, что у нас 70% вероятность коррекции на текущую, а может быть даже и на следующую неделю. Далее. Хватит богатеть. Это одна из таких причин, она более связана с эмоциями страх и жадность. Если вы проанализируете, что происходило за последние 2-3 месяца, даже не на битке, а на альтах, особенно альты 3-4 эшелона, мемкоины, что не то, чтобы мы видели там несколько иксов, что уже довольно много, а мы видели даже десятки иксов. И некоторые люди, ну как бы на этом довольно неплохо, разбогатели, что-то подняли, потому что, если там, допустим, представим, что это график какого-то альта, все кричат, что вот выходит альт, набираем, оп, цена пошла вверх. Снова новые пассажиры присоединились через минимальные коррекции, оп, пошли вверх. Снова новые пассажиры присоединились через минимальные коррекции, пошли вверх. И по сути, как бы, да, у нас появляется некоторая пирамидальная структура, когда снова у нас появились новые пассажиры, и как бы, да, ожидают там через небольшие коррекции снова пойдем вверх. Может быть, так и будет, но запомните одну важную вещь, что вечно вам никто обогатеть не даст. И из-за эмоции, как раз даже не страха, а жадности и притупленного страха, сейчас многие могут потерять деньги. И, как по мне, для более умных денег, для более крупных денег, это хорошее время, чтобы забрать ваши деньги, которые вы припарковали сейчас в альтах, которые уже и так очень сильно выросли. И в итоге в страхе большинство людей начнет это все скидывать себе в минус, кто-то закрываться в ноль. И, в принципе, это нормальная работа экосистемы крипторынка, когда такое происходит. Поэтому действительно много людей за эти три месяца немножко разбогатели, кто-то разбогател более солидно, и сейчас нужно это все дело будет струсить. Как по мне, это максимально логичная картина. Поэтому вот такие причины, которые, скажем, внегласные, что-то можно увидеть на графике, что-то можно подумать, если мы хотим поработать с эмоциями людей, что они сейчас чувствуют. И только сейчас небольшая когортка трейдеров, инвесторов начали переворачиваться уже в лонгистов. Ну, уже стараться как бы выйти из этого нисходящего цикла. И, в принципе, кто работает глобально, тот, скорее всего, окажется прав. Но тот, кто работает локально и все это время шортил, и сейчас такой, ну ладно, хватит шортить, давайте заходим в лонги. Ну, как бы, да, не самое лучшее время 42-48, когда мы увидели зону по битку. Если даже посмотреть графически, ну, отсюда, ну, реально цена может отбиваться и уходить на более сильные коррекции. То в таком случае, кто сейчас будет заходить в лонги, опять же, еще одна из причин прокатиться на их стопах. Это локально что поменялось. Опять же, советую, рекомендую досмотреть видео до конца, потому что мы еще обсудим глобальную ситуацию. Давайте сейчас кое-что интересное покажу по стаканам и ленте сделок. Несмотря на то, что, да, у нас сейчас как бы негативная динамика в моменте, мы видим, что у нас стараются цену по большей части за последние сутки среди котировок от 10 битков по топу бирж откупать. То есть почти что в два раза у нас больше покупок. Но это в текущий момент не свидетельствует о том, что продавцы, точнее покупатели, удержат весь, можем назвать это, гнет продавцов и дальше так и продолжатся. Просто вы должны понимать, что в каком-то среднесрочном цикле, там на 3-6 месяцев, у нас сейчас даже откупают по таким ценам. Но ни в коем случае это не сигнализирует о том, что цена у нас дальше ниже не свалится. Еще одно из интересного, что у нас начало появляться, это блоки, которые зажимают. То есть там, да, от текущей цены у нас остается не так уж и много. И здесь уже выстраиваются на бирже Binance более крупные блоки. И в принципе эти блоки никуда не деваются. По другим биржам у нас есть похожая ситуация. На Bitfinex также поджимают. И где у нас стоит сейчас ближайшее сопротивление? Более-менее сопротивление это 40-41 тысяча долларов. То есть видим, да, по ряду бирж у нас в принципе идет подтверждение этим целям. Но у нас гораздо более интересный диапазон. Начинается от 39 до 37,5. В принципе, когда будем разбирать до каких отметок будет происходить коррекция. Прошу запомнить диапазон 39-37,5. Если посмотрим по ряду других бирж. Видим, да, также на Кракене небольшое сопротивление. Там в районе 40 тысяч. И видим в принципе на той же бирже Bitfinex небольшое давление. Там 41-41,400. То есть, почему я это все говорю? Что сейчас в стаканах стоят блоки таким способом, чтобы не пускать сильно выше цену, чем 42. И тем не менее ее забивать ниже, чем 41. Ситуация в стаканах, она никогда не стоит на месте. Тем более долгая, она динамическая. Но вот именно на моменте здесь и сейчас у нас это можем назвать причина под номером 6. Формация в стаканах, которая в принципе благоприятствует еще сливу битка. Ну как минимум к 40 тысячам долларов. Может быть 40-40 500. А дальше уже нужно будет посмотреть по ситуации все изменения. Это что касалось причин, которые говорят о коррекции на ближайшую две недели. Какие будут действия мои в связи с этим? Я расскажу буквально после того, как поговорим о ключевой зоне, которая, скажем, ну нам уже больше подсветит. Будет ли действительно это кровавая баня? Либо мы сможем все-таки выйти через минимальную коррекцию. А напоминаю, что выйти через минимальную коррекцию это все еще реальный сценарий, несмотря на эти причины. Вот если у нас подтверждается эта причина, о которой я сейчас расскажу, тогда у нас уже ну прям смелые 70% вероятности для дальнейшей коррекционной цены вниз. Итак, обращаем внимание на уровень 0.23. Он находится примерно на отметке 40 500. И внимательно обращаем внимание на трендовую розового цвета. В общем, на этот диапазон. По графику привязываемся к цифрам. Это 40 500-40 тысяч долларов. То есть вот этот диапазон. Если у нас заходит сюда цена и мы видим как бы молниеносную реакцию с закрепом на дневке выше чем 42 тысячи долларов, то у нас велика вероятность, что мы еще какое-то время здесь пофлетим. Дальше уже будем смотреть по ситуации. Но даже с этого флета уже без глубоких коррекций у нас все-таки реален выход. Но выше чем у нас был предыдущий локальный хай. Если же такой сценарий не происходит и мы опускаемся в эту зону, начинаем здесь проторговываться, либо сразу летим вниз и на дневке крепимся ниже чем 40 200 и 40 тысяч долларов, то возможно через какие-то откаты мы будем возвращаться в эту зону и уходить уже на более глубокую коррекцию. Поэтому именно эта ключевая зона нам подсветит, что действительно ли этот сценарий кровавой бани, о которой я вам рассказывал, будет у нас релевантен. Дальше мы увидим более глубокую коррекцию. О целях дальше поговорим. Либо если мы все-таки не сходим ниже, чем эта зона, выбьемся 42 с закрепом, самое главное на дневке, то тогда у нас еще ситуация не так уж и плоха. Я пока что на рынок смотрю 60% больше со скепсисом. Хотя возможно для кого-то это будет позитив. В общем 60% в сторону того, что мы увидим продолжение коррекции. Окончательное подтверждение будет конечно же через эту ключевую зону. Теперь о самих целях коррекции. Куда мы можем падать? Первая цель это конечно 4500-40000 долларов. В принципе до нее осталось буквально совсем рукой подать. То есть от 1% где-то до 2%. Следующая коррекционная зона у нас находится в районе 37900-37700. То есть вот эта зона вторая, куда мы можем более так уже среднесрочно глобально упасть. Третья зона это 35800-36000 долларов. И четвертая зона это район 33500-33700 тысяч долларов за 1 биткоин. То есть по сути мы еще можем падать там от 8 где-то до почти что 20%. То есть в этом диапазоне можем ожидать коррекции. Если действительно у нас случится кровавая баня и мы пробиваем этот важный участок на графике. То есть тогда будет гораздо проще сливать цену. Цена тогда может кратно ускориться. То есть если сейчас у нас сливы происходят как-то там минимальной с минимальной волатильностью. То в случае пробуя 40 мы можем прям упасть одной свечой и на 8 и на 10%. Может быть даже немного больше. То есть это действительно может быть. Теперь хочу вам показать одну интересную вещь. А нет чуть не забыл. Мои действия которые я пообещал рассказать что я делаю сейчас. Что касается трейдинга. Все свои лонговые позиции я закрыл что смог в легкий плюс. Что не смог я закрыл по безубытку. У меня ушли стопы. И сейчас я пока что не рассматриваю лонги именно для трейдинга по текущим ценам. То есть я рад что у меня получилось на этом долгое время зарабатывать. Сейчас я закрыл все что мог чтобы потом не получить убыток и забрать свою легкую прибыль. Но тем не менее шортовые сделки я не открываю пока я не увижу подтверждение в этой зоне. Если я его вижу то я переворачиваюсь в шортиста. Это что касается трейдинга. Что касается инвестиций я лишь продублирую. У меня ничего не поменялось. В этой зоне у меня была разгрузка. Разгрузка примерно именно инвестпортфеля. Который я держу в долгосрок. Биток не более чем на 15 где-то примерно 13-14 процентов продал в этой зоне. Я говорил что у меня еще 10 процентов запланировано здесь. И все что я здесь продал. Как по альтам. Ну альтернатива да. Когда биток был здесь. Что было по альтам. Так и по битку. Я буду откупать. Если. Самое ключевое. Если мне дадут. Цена допустим сходит битка там в этот диапазон. Я частично откуплю как биток так и альту. И если мы подойдем там к району 31 например 33 тысячи долларов. Там я откуплю прям улыном всю прибыль которую я сгенерировал. Я буду откупать рынок как альту так и биток. Это что касается инвестпортфеля. Теперь. Очень важно сейчас понять что произошло с глобальной картиной. То есть да некоторые уже могут задаваться вопросом. Глеб. What the fuck. Какого хера ты говоришь что вроде бы все хорошо. Очень много причин для роста. Макроэкономика США там кричит о росте. А почему ты перебулся и говоришь о коррекциях. Потому что трейдер это тот человек который должен адаптироваться под ситуацию. То есть что касается трейдинга. Нас касается именно локальная ситуация. Что происходит. Давайте поговорим о глобальности. И что у нас действительно поменялось. Или не поменялось ничего. Обращаю внимание что каждый новый максимум. То есть давайте возьму какой-нибудь другой цвет. Например красный. То есть раз максимум. Два максимум. Три. Четыре. Пять. Он становился выше. Каждый минимум также у нас становился выше. Здесь было на грани. Но он ниже не стал. Только на некоторых биржах деривативных. Которые показывают нам деривативный рынок. Но у нас были пробои незначительные. И на сутки цена там не крепилась. То есть мы по-прежнему находимся в восходящей модели. Где у нас каждый хай выше. И каждый лоу также выше. То есть глобально у нас картина не поменялась ровным счетом. Если даже цена битка у нас пойдет на коррекцию более глубокую. 36 тысяч долларов. 35 тысяч долларов. Да даже 33 тысячи долларов. Это не нарушает глобальную картину ни в коем случае. Только если цена битка упадет ниже чем там 31.700. 31.800. И здесь будет крепиться на дневке. Вот тогда стоит подзадуматься. Может у нас реально нарратив поменялся. И скорее всего все будет не очень хорошо. И не очень быстрое восстановление. Мы увидим если действительно так произойдет. Но пока что цена у нас может спокойно заходить как минимум в зону 38-35. Я бы еще обозначил зону там район 32-34. То есть уже как такая зона где я бы прям котлетил. Как в инвест портфеле так и по трейдингу. Если заниматься свинг трейдингом я бы размещался. В принципе что я буду делать зону 38-36 и затем зона 35-32. Стоп бы я выносил конечно ниже чем 31.700 тысяч долларов. Опять же посмотрим если у нас будет такой глубины коррекция. То примерно мой план действий вы знаете. Но давайте немножко еще поговорим. Помимо графика. Один график неправильно анализировать. Чтобы говорить о вообще сантименте. Что у нас будет с крипторынком. Почему цена битка ниже не пойдет. Но по техническому анализу я вам в принципе аргументировал. И показал почему глобальный крипторынок вряд ли пойдет снова в медвежий цикл. И мы останемся в восходящем. То есть пока мы выше 31.700 мы в восходящем цикле. Нарратив. У нас есть нарратив внутри крипторынка. Здесь ничего не поменялось. Потенциал который мы можем увидеть в январе в виде принятия спотового ETF. Может очень сильно бустануть цену. И также у нас остается экономика США. И здесь снова возвращаясь к телеграм-каналу. Снова напомню что ссылочка на него будет в описании под видео. Подписывайтесь. Кто еще не читал прочитайте пост про экономику США. Я зачитаю последний абзац. Что несмотря на все плюсы. Что если мы перейдем сейчас на график фондей. Давайте посмотрим там S&P 500. Который уже представляете приблизился к максимуму. Вообще за всю историю существования индекса. И NASDAQ который фактически находится на максимальных значениях. Опять же за всю историю своего существования. То есть о чем это говорит. Что в принципе в настроениях экономики США. Фондового рынка США. Все довольно неплохо. Но почему это произошло. Это инфляция которая снизилась нужными темпами. И это решение по процентной ставке. А точнее риторика Джерома. Что порешали ФРСники. Здесь в общем все это описал. Но хочу прочитать последний абзац. Также никогда не стоит забывать. Что сам крипторынок по себе самодостаточен. Если внутри него захотят сделать слив. Такие его сольют. Например сильный но весьма быстрый слив. Перед принятием спотового ETF. Или халвингом. Который будет в середине апреля. Я также не удивлюсь. Если такого не будет. То есть несмотря на то. Что глобально у нас вообще восходящий нарратив. Все таки пролить цену. По этим пяти даже уже шести причинам. Это вполне себе норм вариант. Чтобы дальше как бы уйти уже без ненужных участников вверх. Поэтому это еще одна причина. Почему может так произойти. Несмотря на то. Что у нас есть прям классный позитив. На фоне экономики США. Которая ну выходит из такого напряжения. Да может случиться. И разные вещи там очень неприятные вещи. Но по крайней мере на ближайшие там 2-3 месяца. Это нас не сильно касается. Поэтому как бы стоит с этим так же считаться. Для тех кому интересно. Что может такого негативного произойти. Ну та же там рецессия. Которая там во втором, третьем. Либо четвертом квартале 2024 года. Может США случиться. Это на какой-то момент может довольно сильно задампить рынки. Но в целом возвращаясь к глобальному сценарию. У нас хороший нарратив на крипторынке. У нас хороший нарратив в экономике США. И глобальный технический анализ. Это я уже вам показал. Что в принципе мы двигаемся по нормальной восходящей структуре. Еще одни сигналы в пользу того. Что у нас будет коррекция. Немного сильнее чем она была обычно. Это пробитие этой зоны. Которая пока что не произошла. Но может произойти. И на некоторые альты. Если мы обратим внимание. Тон Джейс Фьюнк. Не все еще монеты. Но некоторые нам как раз показывают пробой. То есть аккумуляции. Когда мы вырастали. Аккумулировались в виде там треугольника. Не важно формация поджатия. И сейчас мы ее пробиваем. То есть некоторые альты. Раньше битка уже отыгрывают эту ситуацию. Это равносильно. Если бы биток сейчас уже там. Начинал по чуть-чуть крепиться. Ниже чем там 40 500 или 40 тысяч долларов. Поэтому коррекция может все-таки произойти. Если у вас остались какие-либо вопросы. Можете писать в комментарии под этим видео. Если вы цените. Что я моментально реагирую на ваш фидбэк. Уже 190 огоньков. Что вам нужен такой прям обзор. По ситуации здесь и сейчас. План на неделю. Что я делаю. Что не делаю. То ребят. Поставьте лайк под этим видео. Подпишитесь на канал. Напишите комментарий. Ценно это для вас или нет. Проводить просто в обычном формате. Разбор там битка. Альтов. И без каких-то отсебятина. Что я делаю. Сейчас чего не делаю. В общем. Готовьтесь. Если у вас есть позиция. Которую вы можете закрыть. В плюс. Закрывайте. Что касается трейдинга. Если говорить об инвестициях. Только лишь малую часть. Всегда фиксируйте. С целью. Что вы можете откупить гораздо ниже. И это будет приятно. Но ни в коем случае. Не стоит сейчас там лить 100% своего инвестпортфеля. Потому что. Снова повторюсь. Пока мы прошиваем эту зону. Но цена может все-таки отскакивать. И уходить на новые максимумы. Без вас. Поэтому всегда грамотно. Планируйте свой риск. И money management. И у меня на сегодня все. Всем желаю хорошего дня. Пока. Пока.